Так, окей, хорошо, дальше, как раз таки вопрос по инфотурам, инфотур, он же рекламный тур, можно рассмотреть с двух сторон, то есть с одной стороны это расходы, учитываемых в целях налоговложения, то есть они должны быть обоснованными, документально подтвержденными, прямого перечня данного вида расходов в статье 346.16 нет, однако эти расходы можно отнести к материальным расходам при соответствующем обосновании, информация о потребительских свойствах турпродукта относится к существенным условиям договора о реализации турпродукта, об этом нам говорит статья 10 132 федерального закона, и деятельность по продвижению реализации турпродукта предполагает изучение, исследование конъюнктуры рынка и сбор соответствующей информации о соответствии стоимости услуг, указанных путевки, их качеству. То есть если вы таким образом обоснуете ваши инфотуры и рекламные туры, вы сможете их принять в учет, то есть они у вас будут относиться к группе расходов, материальные расходы, тогда это все упадет к вам на затраты. Поэтому вы видите, да, что мне все говорят, что бухгалтерия самая скучная, что есть на свете, я на самом деле так не считаю, я думаю, что особенно в туризме, то есть при соответствующем обосновании и понимании, на что ты можешь опереться, ты всегда можешь вырулить абсолютно, ну не абсолютно, но фактически очень много ситуаций, связанных с деятельностью компании. То есть очень многое можно взять в расходы, если знать, как это обосновать. Опять же, смотрим вашу деятельность, опять же смотрим, чем вы конкретно занимаетесь, изучаем ваши договоры, смотрим вашу первичку и только после этого отвечаем на ваши конкретные вопросы. Так, услуги франчайзера. Ну, перечень расходов при упрощенности и налоговложения является закрытым, учу услуг франчайзера в нем не к сожалению. Скидки. Так, вопрос по скидкам. Пошли. Так, сейчас, секунду, открою вам табличку по скидкам. Скидка у вас не, опять же, смотрим, перечень расходов по упрощенному системе налоговложения у нас закрытый, скидок там нет. Если вы предоставляете вашим клиентам скидки по программам лояльности там или по каким-то иным основаниям, тогда вы не можете ее взять в уменьшение налоговой базы по единому налогу. Скидка уменьшит только ваш финансовый результат по сделке. То есть налог вы заплатите, как, если бы вы ее не предоставляли, но финансовый результат у вас, естественно, будет меньше. Деньше денег-то вы и меньше получите. Так, про этот вопрос мы тоже с вами говорили. Вновь и вновь обращаю ваше внимание на то, все-таки какая аналитика у вас настроена на счетах учета расчетов с туроператором. То есть идеально выглядит следующим образом. То есть счет вести, счета учета расчета с туроператором мы ведем на счете 7605. И в субконто заводим три субконто, то есть наименование туроператора, наименование или номер договора с туроператором и наименование тура. Если вы будете делать подобным образом, вы всегда сможете найти хвосты и понять, что вычистить, скажем так, вашу оборотку и сформировать корректные финансовые результаты по вашей компании. Ну, с туристом все то же самое, то есть наименование фиотурист, наименование тура и наименование туроператора. То есть при такой аналитике у вас все будет сцепляться и вы все сможете корректно настраивать. Конечно, это достаточно трудоемко сцеплять вот таким образом все операции, но зато у вас будет достоверная информация о вашем финансовом положении. Напишите, пожалуйста, в чат, кто у нас ведет такую аналитику или вы все вот прям скобом учитываете. Марина, молодец, молодцы, хорошо. Прям горжусь вами. Но остальные, кто не ведет, тогда вот очень вам рекомендую завести ее, потому что достаточно удобно. Формулы достаточно тоже у нас стандартные. То есть если вы на доходах, вы считаете сначала ваши доходы по методике, которая была указана выше. И здесь нюансы. Полученную сумму единого налога, если вы на доходах, вы можете уменьшить на сумму именно уплаченных страховых взносов. Уплаченных страховых взносов, но не более чем на 50%. Это вот такой нюанс по доходам. Пример расчета. Если вы на доходы уменьшены на величину расходов, здесь, естественно, вы просто уже все берете в ваш расход. Опять же, то, что у вас поименовано в статье нового кодекса. То, что у вас, на что у вас есть документ. И что у вас оплачено. Считайте вашу налоговую базу. Платим налог. Если вы находитесь на выборе объект дохода уменьшена на величину расходов, и у вас получилось, что ваша расходная часть превышает доходную, и тогда вы здесь выбираете одну из наибольших величин. То есть нужно вам здесь произвести экономический расчет. То есть сначала вы считаете вашу налоговую базу при доходе уменьшенной на величину расходов уменьшена на 15%. Получаете определенный результат. Затем считаете 1% от доходов. Получаете результат 2. Затем сравниваете результат 1 и результат 2. И выбираете наибольшее значение. И платите единонавок. То есть это фактически должна быть у вас бухгалтерская справка расчет, на основании которого вы будете производить все ваши расчеты и отчисления в бюджет. Но опять же, пример расчета. Напишите, пожалуйста, кто платит 1%. Напишите 1% в чат. Ух ты, никого нет? Что-то мне не верится. Что, вы все на доходах? Ну, хорошо. Ну, на самом деле, когда компания на доходах, конечно, ей меньше задают вопросов, честно скажу. Пока, по крайней мере. Когда на доходы и минус расходов, конечно, у вас будет больше, скажем так, бумажной работы, больше нюансов. Так, окей, дальше. Что-то у меня все зависло. Три, ну. Так. Ну, здесь достаточно, смотрите, типовые проводки. Опять же, призываю вас обратить внимание на то, что все должно быть подтверждено документально, и под каждую операцию у вас должно быть обоснование. Типовые проводки. Здесь указаны по учету сделок в туристических компаниях. Это в основном для турагента. Я думаю, это все понятно. Это понятно? Напишите, кому понятно. Напишите плюсик. Понятно. Кому непонятно, напишите минус. И тогда задавайте свой вопрос. Так, хорошо. Ну, сейчас давайте, наверное, уже перейдем к вопросам, к вашим вопросам. Это вот, опять же, была история про дополнительную прибыль. Это все понятно. Дополнительная прибыль по сделке. Кстати, как она отражается, да? 7, 6, 0, 5, 90, 0, 1, 1. Дополнительная была отражена дополнительной прибыли по сделке, если с туристом заключен договор поручения. Если бы с туристом был заключен договор возмездного оказания услуг а с туроператором поручения, тогда у вас здесь была бы другой был бы счет 62, 0, 1, турист и 90, 0, 1, выручка. Ну, это понятно, да? В зависимости от вида договора у вас будут другие счета учета. Так, про скидку. То есть про скидку понятно, да? То есть уменьшается финансовый результат по сделке. Так, давайте вопросы. Если комиссия ТО 10%, 6 тысяч, а по отчету агента комиссия 100 рублей, как это отражать? Ну, надо смотреть, что у вас отражено конкретно в отчете агента. И вы берете ту сумму, которая отражена в отчете агента, а все остальное отражаете бухгалтерской справкой. Хочу еще также ваше внимание обратить на момент уплаты единого налога. Если вам турист заплатил аванс в первом квартале, а поехал реально в тур во втором квартале, то вы обязаны исчислить агентское вознаграждение с той суммы, которую он вам заплатил на основании бухгалтерской справки и заплатить сумму единого налога, которая будет приходиться на первый квартал. Елена, бухгалтерскую справку. Пишите запрос на почту seminar.собачка.гарамова.ру и мы вам ответим, мы вам пришлем эту форму справки. Дальше. Авансовые платежи по единому налогу вы обязаны платить ежеквартально. То есть за первый квартал вы платите до 25 апреля, за второй квартал до 25 июля, за третий до 25 октября. И за год вы платите уже единый налог и подаете декларацию. Сначала платите налог до 25 марта, декларацию подаете до 30 марта. Если вы ИП на упрощенке, то вы платите до 25 апреля и декларацию сдаёте до 30 апреля. То есть у вас получается ещё целый месяц. Но хочу обратить ваше внимание на тот факт, что это ваша обязанность, а не право заплатить единый налог, платить три раза в течение года единый налог. Вставан заплатить полностью ОСН. Первый квартал оплатил, во второй квартал поехал. Смотрите, вы считаете ту сумму агентского вознаграждения, которое приходится на первый квартал, и с него платите сумму единого налога. Во втором квартале вы уже смотрите, у вас уже будет полное понимание того, какую сумму агентского вознаграждения вам утвердит туроператор. И хорошо бы, чтобы она совпала в целом с вашими расчётами. Поскольку если у вас сумма по бухгалтерской справке будет больше, чем сумма, утверждённая отчётом агента, вы должны будете доплачивать и налог за первый, либо за второй квартал. А если у вас будет меньше суммы, значит вы должны будут уменьшать сумму единого налога тоже за первый, либо за второй квартал. Надо смотреть, где у вас будет эта сумма, на какой квартал она будет приходиться больше. Елена не будет, поскольку основанием будет ваша бухгалтерская справка, которую вы обязательно должны будете утвердить в положении к вашей учётной политике. Так, ИП на доходах... Так, сейчас, секунду. ИП на доходах, первый покойте безработников, доходы уменьшаем на 100%. Второй поугодии с работниками доходы уменьшаем на 50%. Нужно ли походу пересчитывать налог? ИП на доходах... Смотрите, а почему вы доходы уменьшаете на 100%? Я не поняла. А, безработников. Непонятно, всё равно. Второе, то есть вы работаете на ване агентских договоров, у вас работников нет. Исчислили вашу сумму агентского вознаграждения, заплатили в бюджет авансовым платежом. На смысле единый налог. Во втором полугодии у вас появились работники, опять же, исчислили сумму вашего агентского вознаграждения, посчитали ваш единый налог. И здесь, если у вас уже появились работники, и сумма ваших страховых взносов будет превышать сумму 50% от суммы налогов, то, конечно, вы уменьшаете сумму на 50% единый налог. Продолжение следует...